Я какое-то время, с 68 года до 79 я не занимался экономикой. Я оставил это дело, потому что невозможно было просто, я вам скажу, в этой застойной яме, там как-то размышлять с твердой уверенностью, что оно ничего не изменится. Но в 79 году у меня появилось какое-то ощущение, что начинает менять. Было принято постановление правительства, не правительства, а ЦК КПСС, Совета Министров, где намечались определенные шаги по каким-то переменам. Но эти перемены не произошли, вернее, они произошли в той части, которая была удобна бюрократии, но то, что было связано с какими-то социальными, политическими переменами, ничего не произошло. Заново в волну поднял Лондро, который по существу, если вспомните, люди, имевшие тогда касательство к российской и к советской действительности, значит, он, так сказать, предложил провести экономический эксперимент. Этот эксперимент начался на ряде предприятий, я уже вернулся в экономику и руководил одной группой, которая изучала результаты эксперимента в Минэлектротехпроме. Ну, ясно было, что сами по себе вот те меры, которые были в ходе эксперимента, они ничего не изменят. Но сам по себе факт, что нужно движение, чтобы какие-то все-таки перемены начинались и прочее, и это все-таки заставляло работать, думать. Я уже как бы персонально, начиная с того, что я на себя смотрел просто как на наблюдателя всего, что происходило у меня в стране, стал менять свою позицию, и в течение последующих, после прихода к власти Горбачева трех-четырех лет я перешел число участников. Я в то время работал уже в Центральном экономико-математическом институте. Там была такая работа над программой научно-технического прогресса, которую выглавлял Александр Иванович Анчишкин. Это был человек моего возраста, тоже 34-го года рождения. Но только с самого начала, имевший отношение к высшей элите, которая принимала политические решения, он во многом способствовал трансформации в советской элите. И когда появились какие-то признаки реформ, которые действительно были важны для Советского Союза и для России, он воспрял духом, он принял участие в работе рабочей группы ученых на июньском пленуме ЦК КПСС 87-го года. Ну, я так понимаю, что для современных жителей это пленум 87-го года ничего не было. Короче говоря, призвали целый ряд ученых такого более либерального, более прогрессистского направления, экономистов я имею в виду, Анчишкин, Шаталин, Петрахов. И в общем, в заавалированном виде, но все-таки в решениях июньского пленума впервые было сказано реально, что Россия поворачивает крыночную экономику. Поскольку мы готовили этот пленум, не пленум, извините, заседание правительства, или, вернее, доклад на сессии Верховного Совета, мы знали, откуда, какая связь. Мы не были идеологами первого ряда. Когда я говорю «мы», я имею в виду «сегда» и «явленского». Мы тогда познакомились на собрании, на котором мы вырабатывали проекты постановлений правительства, которые должен был подписать Рыжков. Это был такой ранний этап, когда все излагалось очень робко, очень поверхностно, или туманными словами, и, в общем, их как бы послали за излишние радикали. Затем вот началась эта работа с Явленским. Ну, кончилась подготовка, я ушел, но все-таки какие-то связи установились, и каждый раз я получал дополнительную информацию о тех изменениях, которые происходят в экономике страны и в настроениях правящей Верховной. То есть я как бы перешел, я стал не посторонним наблюдателем, но наблюдателем как бы встроенным, уже имеющим более обширную информацию. И, в общем, дальнейшая эволюция привела меня и Явленскому к тому, что мы в 89-м году, после первого съезда народных депутатов, после появления Ельцина в числе депутатов, туда пригласили в качестве вице-премьера и главы Комиссии по экономической реформе Леонид Ивановича Абалкина, тогда директора Института экономики. И Абалкин пригласил меня и Явленского на работу в эту комиссию. Сидят молодые люди. И я надеюсь, что когда-нибудь кому-нибудь из них повезет, и они получат возможность участвовать в каких-то событиях, происходящих в ядре элиты страны, в подготовке решений, которые будут иметь очень важное значение для ее развития. Я хочу сразу сказать, что вот мое впечатление, вот мне повезло, причем мне повезло, знаете, мне уже было 50 лет. Я чувствовал себя молодым, и я чувствовал, что это исключительно важный момент в моей жизни. Страна меняла. Менялась в том направлении, в каком я хотел, чтобы она начала меняться еще в 68-м году. Мы все старались сделать то, что положено. Хотя мы были, в общем, такие, я бы сказал, семерки. Но все-таки бумаги, какие-то основные, в этой комиссии мы писали. И вот первое поручение, которое имели мы с Григорием Алексеевичем Гевлинским, он никакого яблока не был. Мы были начальниками отделов этой комиссии. Мы получили первое поручение подготовить концепцию перехода к рыночной культуре. Мы ее написали. Леонид Иванович Абалкин прочитал, ну, признал, я не знаю, что он признал, но он на конференции, посвященной этой теме, которая проходила в октябре 89-го года в доме, в колонном зале Дома Союзов, значит, он излагал примерно ту точку, и у нас не было тогда принципиальных различий, о том, что Россия должна не вообще менять какие-то институты, а она должна перейти к рыночной экономике. Политические вопросы, естественно, не затрагивались, но было ясно. Я был лично глубоко убежден, что самое главное это экономика, меня это научили. Самое главное это экономика, и для нас совершенно ясная задача. Мы должны бросить эту плановую систему и перейти к рыночной экономике, запустить рыночный механизм, дать возможность работать ценам, работать каким-то экономическим законом, так, чтобы они влияли на изменения в структуре общества. Но мы вот это все написали. Вроде бы была дискуссия, по которой правительство одобрило этот наш документ. Но затем началась какая-то возня, непонятная, потому что кроме нас был Госплан, в котором боролись разные направления мысли, и в том числе такое направление мысли, что мы ни в коем случае не можем оставлять планового начала, и это иначе потеря влияния на развитие общества со стороны коммунистической партии, никак этого допустить нельзя. Кроме того, были еще представители правящей бюрократии, которые представляли довольно широкий круг людей, и которые уже концентрировались, собираясь для того, чтобы противоставить этим как бы реформам. Помню, что в дни конференции по улицам Москвы ходили демонстрации, они ходили около Дома Союза, на которых был самый популярный лозунг «Долой обалканизацию всей страны». Сейчас, в особенности молодого, я хочу сказать, что я глубоко убежден, что реализовать какие-то идеалы, исходя из того, что вы знаете лучше всех, что вот это должно быть, и тогда наступит всеобщее счастье, неправильно. Обязательно нужна свобода свобода. Если вы считаете, что какой-то вот человек дурак, и что он, я не знаю, там какой-то убийца, как сейчас про Догина говорят, вы допускаете ошибку. Если у вас в обороте только какая-то одна идея, вы с ней носятесь, то будет все время расти число людей, которые уверены, что вы не правы. Ну вот это как бы обязательно должны быть на ранних стадиях различные столкновения, беседы, дискуссии, мордобой, если хотите, больше не надо. Но все-таки вот такие дискуссии должны быть. А у нас было, если мы знали, что мы правы, тут даже никаких сомнений быть не могло. Поэтому нам надо провести рыночный рекорд. А в это время, в конце года, после второго съезда народных депутатов, среди, от окружения Горбачева, но левого или, не знаю, правого, как сказать, это были спецслужбы, это была значительная часть политбюро. Они выступали круто. активисты промышленности, например, Тизяков Александр Иванович, сейчас уже все его забыли, но он был инициатором значительной степени идеи отката назад. Он был главной ассоциацией государственных предприятий. Рыжков и Павлов, министр финансов, Валентин Сергеевич, по-моему, значит, он, эти были деятели, которые говорили, что для того, чтобы пройти путь к рынку, они были не против. Надо быть осторожными, нужно, скажем, сначала провести пересмотр цен. Не либерализацию цен, а пересмотр. Ну, вот сейчас я вам говорил это, и я думаю, что вам это должно быть решительно наплевать. Чего они хотели? Они хотели, как всегда было при советской власти, пересмотр прескуранта, государство устанавливает новые цены, и, так сказать, их запускают. Но потом должно быть достигнуто приближение к рыночным ценам, которые облегчат дальнейший переход. Ну, я так себе представляю, с лучшими побуждениями относительно мнения этих людей. Там, в это время, начался 90-й год, это решающий год в моей жизни, значит, в этом году на заседании правительства было принято решение о возврате на завтра, об откате. и Рыжков дал указание Маслюкову. Ну, я должен еще сказать, Маслюков, это первый заместитель председателя правительства, председатель Госплана. Ну, выше, вот сегодня, скажем, если мы посмотрим, это значит, нет, это больше, чем Шувалов. Более влиятельным число, он еще был членом полетбюро ЦК КПС. Очень толковый человек, к оборотчику, который прекрасный инженер, он в экономике разбирался не слишком всем. Но он был умный, это тоже имеет большое значение. Уезжая в командировку в Малайзию, Рыжков дал указание Маслюкову подготовить проект программы с откатом на завтра. Чтобы это было ясно, к нашему, к моему возвращению мы будем этот документ обсуждать на правительстве и после этого я буду его предлагать Горбачеву. Я должен сказать, что Леонид Иванович Обалкин, он не был согласен с этими решениями Рыжкова и так далее. И он написал пятистраничный документ адресованный президенту СССР. Такого тогда не было. Но в марте должен был состояться третий съезд народных депутатов, на котором должна быть изменена Конституция и на пост президента выбран Горбачев. И он уходил от позиции генерального секретаря и, как говорится, полный, обязан полной, так сказать, ответственности перед партией. И вот Обалкин написал пятистраничный документ, где он выразил полное несогласие с принятым решением об откате назад и что рыночной экономики нет альтернативы и мы не можем позволить себе таких вещей. какие-то еще такие идеи были написаны. Это было где-то в конце января. Ему звонил Маслюков и говорит не даваться. Ну мы выполняем поручение премьера. Честно сказать, у нас ничего не получалось. Я уверен, что у вас что-нибудь есть такое. Пришлите, пожалуйста. И Обалкин прислал свои пять страничек. Понадобилось там еще два дня Маслюков со своими экспертами посмотрел эту бумагу и сказал позвонил Обалкину. Годится, мы будем работать над вашим целью. После этого мы с Григорием Сечем получили поручение о том, чтобы подготовить снова концепцию перехода к рыночной экономике, которая должна быть передана Рыжкову в день его возвращения. Дорогие мои друзья, я вам должен сказать, что это самый важный документ в моей жизни, который я написал. Ничего близко похожего на ответственность этого документа я ничего не могу сказать, потому что то, что мы писали раньше, это было, ну как, еще нам не были известны многие аргументы, которые выдвигались нашими коллегами, представителями правительствами, оппозиционами, вернее, противниками рыночной экономики и так далее. Сейчас мы уже это знаем, и эти 13 страниц написаны были гораздо более серьезными. Короче, вот это был самый важный документ. В конце февраля вручили, Масляков вручил расход. Еще прошло несколько дней, вышло постановление правительства о тайном постановлении, о начале работы по подготовке программы перехода к рыночной книге. Для этого были созданы соответствующие группы и так далее, и мы с Явлинским там были в центре событий. Я могу сказать совершенно определенно, что то, что вышло в марте 90-го года, это была уже полностью определенная программа, что делать. Нас отправили за границу, нас, это меня, меня, Явлинского и Федорова отправили в Японию, чтобы мы здесь не решали. Пока мы там были, собрался президентский совет, там рядом с Шаталином сидел Распутин и так далее, и нашу эту самую программу выкинули все, свои матери, сказали, что это абсолютно непригодный документ, мы не можем так вот торопиться, рыночная экономика не так важна, мы можем возмутить весь народ, и о чем вот такие слова там говорили, но тем не менее эта программа была написана. Если вы сейчас попытаетесь ее найти, ну 90% чего не найдет, ее вымели, ну как она не состоялась, потом написали другие документы, они были лучше и все. Я считаю, что от наших 13 страниц в существенно расширенном виде идеи перехода к рыночной экономике впервые были изложены. В программе 500 дней, первые 100 дней были отведены на изъятие излишней денежной массы, приведение макроэкономической стабильности, вот многие либеральные экономисты называют это чистым популизмом. Как вы к этому относитесь? те меры, которые там предлагали, нам казалось, что они уместны. Не приступать к либерализации цен и не провести эти подгазонительные материалы, то есть мероприятия, нам казалось опасно, потому что рост цен был бы очень большой. Каким аглотом, это как потом и оказалось, потому что в программе Гайдара предложений по изъятию лишних денежных средств не было. И я понял, еще тогда, когда эта программа не пошла, так сказать, не была разослана и так далее, я понял, что этот пункт не удастся реализовать, потому что нам приехал к нам в Архангельск Павлов, важные чиновники нам объяснили, это нельзя делать, это нельзя делать, но и не было дела. Хотя многое можно было сделать и удержать все-таки не так, не 2600 процентов. В сентябре 90-го года, по моим оценкам, Горбачева на заседании Политбюро поставили перед определенными условиями что программу не принесли, а если нет, то он недолго сидит на посту президента Российской Федерации. Он уступил, вы помните, как там развивались события в начале 91-го года. Горбачев отказался от рыночных рефл. Он не мог преодолеть сопротивление партийной верхушки. Он решил спасать политическую суть дела и против их воли начал работу по выработке программы реформирования союза. И вот это то, что было с марта до августа 91-го года. Но после этого вы знаете, что было. Был путь, значит, путешествия проиграли. Начался новый период, главным и ключевым пунктом которого, я считаю, был переход к рыночным рамкам. Реформы, которые осуществили в Гайдар, в начале, с начала 92-го года, сделали небольшое изменение в положении нашей страны. Мы были социалистическим государством с плановой экономикой. К концу 92-го года, когда Гайдара отправили в отставку, мы были страной с рыночной экономикой. Ну, не до конца. Оставалось по плану 500 дней, еще примерно 130 дней. Но основные шаги уже были сделаны. Чтобы выполнить всю программу, понадобилось Чубайсу еще осуществление приватизации массовой, это до середины 94-го года, и до финансовой стабилизации, когда мы вышли на какие-то маломальские приличные показатели инфляции, 11% годовых, это конец 97-го года, не конец, а где-то сентябрь. на этом программа, минимальная программа Гайдара, полностью совпадавшая с программой 500 дней, но только за исключением этого момента, на который вы обратили внимание, значит, все было реализовано. Потом мне Гайдар говорил, ой, вот это не сделали, это не сделали, в общем, конечно, мне бы еще работы хватило лет на 7. Ну, я вам должен сказать, между нами, я как бы сейчас уже лучше понимаю, что там происходило. За год он сделал все основные реформы, которые нужны были для того, чтобы Россия стала жить как рыночная экономика. Что я могу сказать под конец? Сейчас идет борьба между двумя началами нашей борьба Гайдара и Путина. Гайдар это рыночная экономика, которая работает в той мере, в какой ей дают. То есть при низком, низкой деловой активности предпринимательства, потому что бизнес боится самых разных движений власти, которая начала работать с того, что посадила Ходорковского, разогнала ЮКОС там и так далее и тому подобное. И никто из бизнесменов в подобной ситуации оказаться не хочет. Ну вот и все. субтитры Субтитры Субтитры